В Омске мы принимаем оперативное решение для того, чтобы протестировать обе дороги. Кто-то предпочитает ехать через Казахстан, до Кургана, кто-то все-таки по территории России. Мы едем по намеченному маршруту по России. Две машины отправляются южнее. До свидания! Внимание экипажам! Второй, четвертый и шестой подъезжают границы между Казахстаном и Россией. Сейчас стоят и оформляют документы. Похоже, мы их обогнали. Я даже в Новосибирск не ездила, таких болот не видела. Конечно, Сибирь самая красивая. Что бы ни говорили. Если у вас постоянный 3G в дороге, можно совершенно не задумываться о том, что вы будете слушать в дороге. Слушайте, что хотите. У вас же интернет, любая песня, по другой, в любой момент. Первый дождь за 4 дня застал нас в 100 километров от Кургана. Надеюсь, он не повлияет на скорость нашего движения. На самом деле, это очки, которые сделаны специально для того, чтобы раздражать сетчатку глаза, и водитель не должен засыпать в них. В темную погоду или в пасмурную погоду – это лучшее средство для того, чтобы все-таки правильно внести автомобиль. А мне кажется, что в пасмурную погоду предметы становятся более четкими. Курган – важный экономический, научный и культурный центр Уральского федерального округа. Находящийся в 1973 километрах к востоку от Москвы, Курган обеспечивает связь между европейской и азиатской частями страны. Здесь проходят основные транспортные магистрали из Центральной России в Сибирь. Город Курган был основан в 1679 году и до 1738 года носил название «Царев городища». После Екатерины II был подписан указ об основании города. И с тех пор он ведет свою историю с нынешним названием. Расположен Курган на двух берегах реки Табола. В настоящий момент является довольно крупным транспортным узлом, соединяющим европейскую и азиатскую части страны. Главный кафедральный собор Кургана и Курганской области был построен в 1895 году. Он носит название Александра Невского и с момента строительства неоднократно реставрировался. И в настоящий момент выглядит, на мой взгляд, совершенно великолепно. Что касается места, где он был построен, построен он был на главном городском кладбище, где сейчас располагается Центральный парк Кургана, парк имени Ленина. Ну что, как Курган? Ну что, до свидания, Курган, до встречи в столице Башкирии. Уфа, ура! Как Курган? Курган рулит, но грозноезд лучше. Проблема с давлением в колесах. Подкачали, поправили, едем дальше. Да, нам основные-то вот эти федеральные сделают, блин, полегче, когда быстрее сделаешь, потом ремонтировать легче будет. Народный промысел в действии. Бери, не хочу. Бинтовка, ножи, самовары, аппараты. Промышленное производство какое-то аппараты. А сколько стоит? Шесть тысяч. Ура! Едем классно, весело, дорога интересная, компания дружная. Современная Уфа – один из крупнейших экономических, культурных, спортивных, научных и религиозных центров России. Что интересно, Уфа – самый просторный город-миллионер России. Здесь на одного жителя приходится 698 квадратных метров городской территории. И это действительно ощущается. В Уфе не только широкие проспекты, просторные парковые зоны, но и в целом создается ощущение довольно масштабного и комфортно обустроенного пространства. Жалеем, что не остановились в Уфе подольше. Но наш путь лежит дальше. А еще, когда вы путешествуете по большой стране, у вас есть возможность попробовать национальную кухню того или иного региона. Здесь в Башкирии гордятся своим медом. И, соответственно, продуктами, которые делаются из этого меда, я намекаю на чак-чак. Тут, конечно, казанцы, жители Татарстана, могут поспорить. Они всегда говорят, что их чак-чак самый лучший. Но в Башкирии он тоже совершенно потрясающий. Угощайтесь. Кстати, мое любимое блюдо. Будете в Башкирии, вот настоятельнейшее рекомендую, обязательно попробуйте. Республика Башкортостан, Стерли-Тамак, Катык. Это такой эликсир молодости. Ну, что-то похожее на айран, только со своим местным привкусом и колоритом. Выбирай свое, выбирай родное. Жителям Башкортостана определенно есть чем гордиться. Мимо чак-чак я не мог пройти. Угощаю национальное блюдо Башкирии и Татарстана. Извините, я уже 30 съел по дороге. Леха, бери больше. Пустота. С медом. Первая в моей жизни автомагистраль. Леший, прием. По нашим приборам половина пути пройдена. Что интересно, за 4 часа мы побывали в Башкирии, Татарстане, в Оренбургской и Самарской области. Впереди Тольятти, отправляемся в путь. Ровно в 100 километрах от Тольятти я, честно говоря, ожидал увидеть все, что угодно. Но только не то, что вы сейчас увидите своими глазами. Вот он, родной, рядом. В 2300 километрах от Сургута, в 8200 километрах от Дальнего Востока, не знаю, какой конкретный пункт имелся в виду, и в 850 километрах от Челябинска находятся, ребята, очень вкусные яблоки и шикарные арбузы. Но что-то мне подсказывает, что чем дальше, тем арбузы будут слаще, а яблоки больше. А ты не хотел бы его порезать? Это вся в арбузе уже. Я, да ребёнок, дорвался до арбуза. Да. Все, мы уже в Тольятти и прямо за моей спиной Волга. Ну как же я соскучился. Волга, привет тебе от Едисея. Огромнейший завод. Пожалуйста, вот и её, и фотографии. Мой первый автомобиль был вас копеечкой. Выглядит как цыплёнок, летает как ласточка. А вот это то, что называется журналистской удачей Буандерсон. Завидуете мне? Партнёры проекта. Компания «Артик Тракс Россия». Расширяй свои границы. Сеть салонов оптики «Оптика Давыдов». Оптика с именем 292-03-74. Страховая группа «Надежда». Оформи полис страхования имущества и выиграй один из трёх автомобилей. Официальный оператор мобильной связи «Автопробега» – оператор с низким уровнем цен «Теледва». «Теледва» честно дешевле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова